Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Здравствуйте, уважаемые слушатели, добрый день, меня зовут Олег Пек И начинается программа Очевидец И сегодня вот моя соведущая Людмила Прибыльская Будет участвовать по телефону По телефонной связи Она в настоящий момент находится в режиме самоизоляции Добрый день, Людмила Здравствуйте Добрый день И я думаю, что Понятно, те, кто в среднем, старшем возрасте Прекрасно знают и помнят Что в Советском Союзе существовало такое понятие Гражданской обороны Кто заканчивал школу, наверняка Помнят уроки по гражданской обороне Это все-таки не только мероприятия, инструменты, ресурсы На случай войны, каких-то военных действий Но и защита населения в период стихийных бедствий И в крупнейший город Латвии, Рига В нем существовал штаб гражданской обороны Это действовала определенная организационная структура А руководителем штаба гражданской обороны Являлся глава города То есть это должен был быть председатель городского комитета депутатов Трудящихся или народных депутатов А с 1985 по 1990 год Рижским городоначальником был Альфред Петрович Рубикс И сегодня он в нашей студии Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте всем Будем надеяться, что вот сегодня Альфред Петрович расскажет нам Как была организована гражданская оборона И может быть поделиться какими-то интересными мыслями, идеями Которые было бы неплохо взять на вооружение сейчас Когда мы чувствуем, что наш кризисный штаб действует достаточно хаотично И чувствуется, что правительство с такой чрезвычайной ситуацией Столкнулось впервые И таких готовых рецептов не было Ну, для начала я попрошу Людмилу Прибыльскую Зачитать подготовленную для слушателей очень важную информацию Лет 10 назад в журнале «Бизнес-класс», который я редактировала И редактирую до сих пор Было опубликовано интервью с полковником в отставке Виллисом Шчепасом Который как раз являлся создателем и руководителем штаба гражданской обороны в городе Риге Как с военной стороны, как военный человек Вот, и я сейчас держу перед руками перед собой этот журнал И хочу зачитать некоторые моменты, которые господин Шчепас тогда высказал Ну, во-первых, он рассказал о том, что штаб гражданской обороны был создан в 1976 году Этим занимался генерал Абов, и он создал эту службу в масштабах всей республики И, соответственно, ну, наверное, в каждом районе были свои ответственные люди Которые за гражданскую оборону отвечали Вот, а как это было в Риге организовано, вот рассказал как раз Виллис Шчепас тогда в нашем журнале И так он командовал множеством людей И в его подчинении были специалисты силы и средства Связь, автотранспорт и спецоборудование В случае угрозы нападения существовал совершенно секретный план эвакуации В частности, Лиготное предназначалось для высших учреждений Совета Министра, Верховного Совета и, разумеется, для ЦК Компартии Латвии Для них был там отстроен дом отдыха с огромными подземными помещениями С которых можно было довольно долго управлять страной Ну, этот объект сейчас является туристическим и там можно побывать Когда закончится срок карантина в нашей стране Я думаю, что многие слушатели с интересом с ним ознакомятся И, значит, аналогичные планы эвакуации С почасовыми графиками вывоза мирного населения из городов Существовали для всех промышленных населенных пунктов Под планы были просчитаны ресурсы транспорта, топливо, продуктов питания Так называемые материальные запасы Даже повара столовых были на учете И имели предписание на случай военной угрозы На какой передвижной пункт питания им следует отправляться на работу Работники жизненно важных предприятий должны были вывозиться в сельскую местность на ночевку А по утрам прибывать назад к станкам Для работающей смены на предприятии оборудовали убежище Оснащенное всем необходимым для автономного насуществования В течение нескольких дней, а то и недель В Риге был создан автономный подземный пункт управления городом Бункер на Гризинкаунте с подоснабжением, канализацией Дизель-генераторами, запасами продуктов, а также антеннами для связи Интересно, что вывозить рижан и расстелять предполагалось во все регионы Латвии, кроме Курземы Потому что там располагался Венспиловский припортовый завод с резервуарами Аммиака Сам по себе бомба Если бы по нему нанесли удар даже обычной ракетой То при доминирующих у нас северо-западных ветрах Ядовитый шлейф накрыл бы Латвию от Венспилса до Тукумса Естественно, что у служб гражданской обороны был план действий И на случай выброса Аммиака с этого завода в мирное время Был план охраны для каскада Долгавских ГЭС И сценарий эвакуации населения из затопляемых в результате возможного теракта районов Риги А волна в таком ЧП могла достичь высоты 10 метров Прикиньте, что высота берегов в центре столицы достигает всего 2-3 метров И оцените, какие масштабы могла бы приобрести эта стихия Полковник Щепас отмечал, что в первую очередь Профессиональная готовность и знания помогают вселить всем службам гражданской обороны И подчиненным уверенность в выполнении задачи В подобных ситуациях должны руководить люди Вооруженные холодным умом и твердыми знаниями И вот, что очень важно он отметил Даже американцы признавали, что организация гражданской обороны в Советском Союзе Была на порядок выше, чем во всем мире Причина в том, что в СССР все делалось на государственном уровне И за государственные деньги, которые тратили столько, сколько было нужно А распоряжения штаба гражданской обороны выполнялись неукоснительно И министрами, и руководителями предприятий Те, кто ослушался, в них могли лишиться своих гражданских должностей Утверждал полковник Щепас Вот такая была строгая система организации Ну а о том, как вот реально это делалось и оттренировалось Наверное, нам Олег Петрович может рассказать Да, ну спасибо после вашего рассказа Пересказа того, что говорил полковник Щепаст Который был начальником штаба А начальником гражданской обороны был я Там было разделение Потому что вы подробно все рассказали Дело в том, что то, что вы рассказали Это больше относится к случаю ЧП, если кто-то нападает Ну, я работая в городе мэром И потом министром местной промышленности Отвечал за то, чтобы отрасль И предприятие отрасли Во время министерства моего работы И весь город был способен работать В условиях, в том числе, и всяких эпидемий Все было четко расписано Что ты имеешь право, что не имеешь право И не начальник штаба А начальник гражданской обороны города Имел право подписывать приказы Подготовленные начальником штаба И мобилизовать любые средства Любых людей Любые предприятия Их материальные возможности Начиная от автотранспорта И другого вида транспорта Укончая денежными ресурсами Но это имеется в виду не только во время войны Но любое стихийное бедствие Если какая-то необходимость Да, да И я пару раз попадал в такую ситуацию Где надо все это использовать Ну, первый раз было, когда Затопило кунзень стало Затапливало Но мы сразу И я вообще в таких случаях Не пользовался тем, что мне там По телефону скажут И наговорят от страха Или истину Или недоценят Я посещал сам эти места Ну, я приехал туда Видел, что школы там заливают К магазину нет доступа Я спрашиваю Я уж не помню Шкепас тогда был Или второй, другой Там неважно Что будем делать? Он говорит Ну, вот, посмотрим Если будет еще вода прибывать Тогда, значит, будем готовить приказ Я говорю Немедленно приказ Готовьте, готовьте приказ Я стал диктовать Что там надо говорить И в первую очередь Мы мобилизовали строительный автотранспорт И все машины, которые И поставили задачу Все машины, которые везут песок Или дорогу делать Или на стройку куда-то Все заворачивать И отправлять на конзенцал У меня были такие права Ну, и тогда мы этот насыпь там сделали Ну, к счастью Очень сильно потом дальше вода не поднималась И через пару дней там ушло Другие мелочи, детали говорить не буду Сейчас таких разрешений нет Дело в том, что тогда все было под государственным контролем Сейчас есть очень много собственных предприятий Собственных радио, телевидения Всяких вещательных Поэтому это сложнее И приходится долго согласовать Для меня в то время Это было моментально и все готово Второй раз было Когда перед Новым годом Я уж теперь не помню Какой это был год Строился Жилмассив Плявники И Пурциямс И от ТЭЦ-2 Тогда Шла Теплотрасса Которая обеспечивала Горячей водой Отоплением Все эти строящиеся жилмассивы И случилось так, что Надо же В ночь под Новый год Как раз За сутки до Нового года На трассе 400-миллиметровый Диаместр трубы Выдавила сальник Сальник-компенсатор Это когда Все мы понимаем Что когда Труба длинная Несколько километров То она При нагреве Очень сильно Удлиняется Расширяется А когда холодеет И холодно Тогда она Наоборот сужается Вот такие Компенсационные Механизмы Устройства Устроились Через каждые Там определенные Расстояния 300-400-500 Метров Зависит от того До какой температуры Там все это Нагревалось Ну и мне звонят Все уже Вроде за стол Собрались садиться А ничего Нельзя делать Я сразу Прибыл на место И вижу Работяги Там рабочие В хорошем смысле Работяги Мучаются Не могут Опуститься в шахту Чтобы сделать что-то Я говорю Трассу перекрыли Да Трассу перекрыли С обеих сторон Ну на улице Было где-то Минус 20 Даже меньше Чем Больше 20 Ниже температура И там люди В этой шахте Работать не могут Горячий пар И ничего не видно Что делать Я Начальнику штаба Говорю Вот у вас Есть перечень Предприятий И вы Должны знать Где есть Эти самые Насосы Большой силы Большой Мощности Надо их Мобилизовать Но он стал искать Я говорю Наверняка Есть на судоремонтном Заводе Потому что там Люди работают В трюмах Работают В закрытых Помещениях Варят Там Сваривают Детали Все Там должны Быть эти Насосы Да Позвонили Тут же Директора Подняли И Значит Был приказ Я подписал Приказ Два таких Насоса Прислать На трассу Но заодно Поскольку Перед Новым годом Я Значит Дал распоряжение Начальнику Общественного питания Привезти Столько порций Сколько там Надо было 20 Сколько там Рабочих было Ужин привезти Ну и Спиртное Потому что Мне уже был опыт Когда прорвало Трассу Значит Эту самую Канализационную Когда строили Иманту И это было Летом И днем Ну Туда никто Не может зайти В эту шахту Да Отрыли Открыли Ну там Такое Воздух Там дышать Нечем И даже Когда Если устроить Что там Дышать Естим То этим Дышать Не очень Захочется Поэтому Тогда тоже Мы Привезли Я говорю Рабочим Я говорю А что надо Для того Чтобы вы могли Он говорит Ну мне говорят Ну по 100 грамм Я говорю Немедленно По 100 грамм Значит Привезли Значит Это самое Ну чтобы Выпить по эти 100 грамм Действительно Такая правительство есть И на фронте Так делалось Хотя Настоящие Военные Говорят Что Те кто Перебирал Больше 100 грамм 100 грамм Не просто Так установлено Первым Погибали Потому что Очень много Смелости Появлялось Ну и Лупили И тех Которые Там Противостояли Ну вот Когда Все это Было Сделано Тогда Значит Насосы Привезли Они Быстро Начали Откачивать И Хотя Из этой Километра В одну И другую Сторону Из этой Трубы Шел Еще пар Но его Тут же Отсасывали Выбрасывали Но это Так Это Выглядит Очень Интересно Сейчас Но Дальше Было Следующее Значит Дальше Надо Поднимать Все Хозяйство Обслуживающее Жил Массив Потому что Замерзнет Отопление В домах Радиаторы Замерзнет Все Вообще Замерзнут Школы Детские Садики Все Больницы То что Все На этой Трассе Это Опять Другой Приказ И Опять Другие Люди Но Все Это Было Все Это Можно Было Делать Быстро Без Всякого Якова Потому что Всем Были Научены Все Знали Кто Кому Подчиняется И Я скажу Что Вообще Тогда Мобильность Людей Была Больше Руководителей Всех Потому что Постоянно Проходили Учения На Этих Учениях Мы Отрабатывали Реальные Вещи Которые Были Очень Много Учений Было По Поводу Аварии На Водозаборе Потому что Там Много Хлора Очень Много Было И Также Аварии На Тех Отрабатывали На Предприятии Которые Использовали Аммиак И другие Такие Отравляющие Вещества Я Скажу Как Начальник Гражданской Обороны Я Никому Не Звонил Мне Было Все Ясно Потому что Это Было Отработано На Учениях Учения Проходили Часто Ну и Кроме Того Все Население Было Подготовлено Никто Не Сопротивлялся Не Отнекивался Поэтому Начиная От Пионерских Организаций Всех Учили На Случай Необходимости Оказывать Первую Помощь Если Палец Сломан Или Порезан Если Что-то Случилось Значит Попал Под Троллейбус Или Под Трамвай Не Дай бог Что Нужается Все Это Знали Как Делать Вплоть до того Что Как Разводить Сжигать Костер С одной Спички В условиях Когда ты Находишься В лесу Или Где-то Это Так Было И Те снимки И те Фильмы Которые Были Остались Еще Кое-где Значит Это Не Фейки Какие-то Это Было Действительно Но Сейчас Вот А нас Обучали Еще Один Момент Нас Обучали Министров И Начальников Городских Значит Служив Гражданской Обороны Председателей Исполкомов На уровне Совета Министров И там Никакого Отлынивания Никакого Отказа От того Что-то Куда-то Кого-то Женить Или Сватать Надо Или Кто-то Больной Никаких Отговоров Быть Нельзя Было Начальником Мое Время Был Юрий Анат Шрубин Он Был Фронтовик Он Воевал Он Глаз Потерял На Фронте Поэтому Все его уважали Все выполняли Все приказы Не было Таких Никаких Не пойду Не могу Не хочу Строго Каралось А вот Сейчас Вопрос У меня К вам Скажите Вот Эту аварию За сколько Вы Все-таки Ликвидировали Действительно Удалось Как быстро Восстановить Вот это Теплоснабжение В домах В микрорайоне На теплотрассе Да Я понимаю Значит Ну Во-первых Мы Перестали Подавать В дома Тепло Потому что Нельзя Подавать И ремонтировать Этот Сальник Заменили И сварщики Все там Сработали Где-то Было Уже Под утро Два-три Часа Было А потом Пошли Службы Которые Отключали Спускали Воду В системах Которые В водоснабжению Городах На это У нас Ушло Тоже Где-то Почти Полсуток На следующий День Все было Приведено В порядок И тогда Можно было Заново Все Запитывать И пускать Стояться Теплый В воздух То есть Сутки Практически Получилось Да А вот Сейчас То что Раньше Были Зарницы Обучение Детей Сейчас Вроде бы Говорят О том Что Хорошо Бы Вернуть Вот эти Все Знания Получать В школе Вот Насколько Вы считаете Что Бойскауты Смогут Заменить Вот эти Все навыки Которые Получали Школьники Раньше Ну Я Не знаком С этим Бойскаутовским Движением Я думаю Там больше Политики Чем Практических Навыков Если Это так То это Не годится А так Почему Это молодежь Которой тоже Надо обучить И они все Должны знать Как Как действовать Как Искусственное Дыхание Если надо Как Человека Успокаивать Как Забинтовывать Это Кажется Так А вот Как Забинтовать Если Ранена Голова Как Забинтовать Если Ранен Там Живот И прочее Это Достаточно Сложно Ну И Помаленьку Годами С годами Это Осваивается И потом Годится Все мы Ребята Все Я в том числе Служили В рядах Советской Армии Я служил При Карпатском Военном Округе Тогда Три года В бронетанковой Части Восемь Свой Механизированной И там Когда приходишь И что-то Уже Понимаешь Они Такой Мальчик Под маминой Юбки Как мы их Называли Который Нигде не Участвовал Ничего Не знает Но там Быстро Научат Там Опыт Научат Мы Сейчас Буквально Ненадолго Прервемся После чего Вернемся В студию Я напомню Что Это программа Очевидец И сегодня Мы говорим О гражданской Обороне С Альфредом Петровичем Робиксом Продолжается Программа Очевидец Говорим О гражданской Обороне Людмила Прибыльская На телефонной Связи В студию У нас Альфред Рубикс И да Мы Все время Вспоминая О том Вы уже Упомянули О том Что медицинские Службы Тоже были Отработаны Вот сейчас Италия Например Столкнулась С тем Что Очень большое Количество Врачей Которые Ну Которые Готовы Ну вот За большие Деньги Они дают Совет Ну вот Когда Нужна Практическая Помощь Вот Что-то Нужно Руками Делать Они Абсолютно Бессильны То есть Они Могут Давать Какие-то Консультации Они Могут Психологически Помогать Но Вот Когда Речь Доходит До Какой-то Конкретной Помощи Вдруг Оказалось Что Врачебных Рук Не Хватает Вот Как Штаб Гражданской Обороны Имеется Жизни Жизни И в наше Время Тоже Случались И ошибки Чего-то Недоставало И так далее Но Вопросы Гражданской Обороны Касались И повседневной Жизни И врачей Поэтому И готовили К тому Как действовать В такой Ситуации И Министр Так же Как я был Министром Местной Примышленности Так Камель Товарищ Канеп Вильгель Вильгельевич Он был Начальником Гражданской Обороны Своего Министерства Под его Ответственностью Лежало Все Чтобы подготовить Людей И Чтобы таких Вещей Не было А чтобы Отказываться Ну я не знаю В советское Время Вообще Мы были Достаточно Патриотичны Чтобы мы Были готовы Особенно Молодежь Жертвовать Собой Но Отказываться Было Не принято Просто Не принято А как Проверялась Вот готовность Были ли Какие-то Учения Проводились Среди врачей Был какой-то Учет Медицинских Препродуктов Сейчас Вот мы Видим Недостаток Медицинских Масок Мы Видим Недостаток Когда Дезинфицирующих Средств Когда маленький Пузырек Там Зазвонили Слушатели Жаловались 8 евро Стоит Вот Малюсенький Пузыречек Ну Каждое Предприятие В то время Имело План На Мирное Время И план На случай ЧП Поэтому Если Например Министерство Местной Промышленности Когда Мы Готовили Вилки И чашки В том числе Среди Там Несколько Тысяч Наименований Изделий То мы Для военного Времени Готовили Это был Секретный План Который Тоже Спускался Но Он Не Опубликовывался Мы Готовили Алюминиевые Чашки И кружки Для Армии Ну И все Так Готовили У нас Были Тоже Швейные Предприятия И Уж Такого Чтобы Не Было Этих Защитных Масок Такого Быть Не Могло Просто По Сути Своей Потому Что Это Тогда Сказали Что Руководитель Такого Предприятия Вредитель Что Он Не Выполнил Этот План Если Другие Планы Допустим Ну Не Выполнил Там Не Выпустил Конфет Столько Сколько Надо Условно Или Меньше Там Какого-то Другого Изделия Это Не Отразится Ни На Чем Даже Военное Время А Если Нет Защитных Средств Это Нет Не Только Такие Простые Защитные Средства Должно Быть Определенное Количество Противогазов Потому Что Такое Тоже Может Случиться Допустим Что-то Произошло И Туда Подойти Можно Только Противогазов Все Это Было Были Склады Вот Кстати Там Где Сейчас Там Разные Увеселительные Значит Эти Самые Учреждения Размещены Это Около Центрального Ринка Эти Спикеры Где Которые Вдоль Даугав Которые Давно Всегда Служили Местом Перевалки Грузов Которые С давних Времен 13 Века Вот Там Хранились Эти Запасы Были Другие Места Где Хранились На Ган И У нас Там Были Большие Склады Тоже Так Что Все Это Было Предусмотрено Но К счастью Не Пригодилось Очень Хорошо Лучше Иметь Чтобы Не Пригодилось Ну Иметь Обязательно Да Это Затраты Но Затраты Окупаются Тем Что Если Что Случится Там Константином Рангсом Когда Обсуждали Он Говорил О том Что Во многих Странах Европы Сейчас Даже Высказывают Не то Чтобы Зависть Но Говорят Что В Китае Вопросы Решаются Очень Быстро То есть Там Принятое Решение Сразу Исполняется В странах Демократии Необходимо Чтобы Это решение Прошло Процедуру Утверждения И Получается Так Что Это решение Принимается Иногда Слишком Поздно Теряется Время Ну и Само Исполнение Вот Когда Нужно было Закрыть Область Италии Зараженную И было Объявлено Что Только На следующее Утро Она будет Закрыта Вечером Ночью Люди Тут же Покидали Эту Область И тем Самым Развозили Заразу По всей Италии Получается Что Все-таки Страны Более Скажем так Авторитарные Они имеют Больше Ресурсов В такой Экстремальной Ситуации Ну Я сторонник Тезиса И принципа Что чем Сложнее Обстановка Тем больше Должна быть Централизация Не я это Придумал Я просто Взял себе На вооружение Поэтому так И не случайно Сегодня Уже В печати Появилось Сообщение О том Что Президент Франции Сказал Что Шенген Пропал Он не Сработал Ну как же Так Каждый За свое Только Хозяйство Не понимая Что Состояние Хозяйства В целом Зависит Судьба Каждого Отдельно Взятого И предприятия И каждого Отдельно Взятого Входящего В Европейский Союз Государства Это Очень Серьезные Недоработки Все Хотели Туда А Когда Надо Отвечать И чем-то Пожертвовать Тогда Не очень Хотим Тогда Ждем Что За счет Кого-то Другого Это Неправильно Это Неправильно Тогда Такого Действительно Не было От Страха Или Не От Страха Или Так Так Ступали В силу Какие-то Централизованные Методы Руководства Да Так Было В Китае Я был Дважды Работая В Европейском Парламенте Я скажу Что Такое Сделать Как Они Могут Сделать Ну Например Первый Раз Когда Был На Форуме Экономическом Форуме Значит Юго-восточной Части Азии Мы Ехали С Аэропорта Маленький Город Где Это Было Специально Чтобы Показать Там Выставка Была Значит Ехали Километров Сорок Расстояние Эту Всю Трассу Люди Китайцы Подметали Метлами Не потому Что нам Показать А потому Что Когда мы Начали Интересоваться Они говорят Ну У нас Только Народу И надо Всех Кормить Надо Чтобы Они Зарабатывали Так Вот Каждый Вот Там Не успеешь Сходить В туалет Простите За это Выражение Такое В этом Торжественном Нашем Разговоре Как Сразу Уже Человек Смертелкой Стряпочка Идет И все Убирает И Значит Подтирает Там Где Если Мылся Руки Набрезгал Да Я думаю Что Китайцев Спасало И спасет Эта Организованность Приходим Утром Должно Быть Заседание Приходим Ходим Наверное Не туда Попали Ничего Нет Ни столов Ни стульев Ни Этих Самых Кофеюшников Где Там Все Остается До заседания Один час С троем Буквально Со всех сторон Приходят Китайцы Стоят По команде Что-то Они на своем Языке Договариваются Бегом Все работают Через 15 минут Столы Стулья Все стоит Все есть Кофеварки Все Стаканчики Все есть Это дисциплина Без дисциплины Ничего не сделать Одними песнями Ничего не добьешься И чтобы песню спеть Или станцевать Тоже нужна дисциплина Вопросы Оповещения Поскольку Мы сейчас Действительно С одной стороны Очень много Возможности Получать информацию Из интернета Но Вместе с тем Появляется Огромное количество И таких Ложных Известий Которые Ну просто люди Распространяют Информацию Через социальные сети Вот как На уровне Скажем Гражданской обороны Была Осуществлялась Система Вот оповещения Населения Об угрозе Об опасности И как пресекались Какие-то Я не знаю Ну вот слухи Панические настроения Ну Панические Всякие настроения Они были Если пока Человечество Будет жить Они будут Но Значит В то время уже Ну когда я работал Уже было Радио Телевидение Все это было Поэтому использовалось Это Руководители Все имели У себя В сейфе Ну кто как Кто три Кто четыре Конверта По номерам И не звонят Не рассказывают Что вот там Делать и то То Конверт Номер один Все Вся информация Открываешь И в другое время Не имеешь права Открыть Пока этого не было То ли по телефону То ли Значит Ну это и по Радиотелевидению Не передавалось По телефону Или по радиосвязи Специальной связи Открываешь конверт Там все расписано Потому что Отдельно взятый Руководитель В городе Или на селе Он не знает Обстановку Он не может Ее знать Она даже И секретная Поэтому вот Таким образом Потом Были Пятерки Семерки Как где На предприятиях Вот как вызывать Приглашать Руководителей Тоже Называть Если значит Звонить Каждому Тогда и Телефоны Были не такие Пока накрутишь Там Цифровой набор Все Потом Не отвечает Кто-то Были Пятерки Семерки Поделены Кто Эту пятерку Обобщает Кто Другую Значит Первая пятерка Обвестила Вторую Десятку Та десятка Уже Двадцатку Все это Раз-раз Быстро Переносится И проверяется И это Тоже Оценивалось При гражданской Обороне При оценке Всех учений Все Насколько Это организовано И как Сделано Так что С этим Я никогда Не испытывал Трудности Да Не всегда Все приходят Мало ли Где человек Или уехал И что В принципе И руководители Все были Всегда на месте Вопросы Эвакуации Людмила Там Просто Мы Уже обсуждали Вы что В редакции Советская Латвия В высотном доме Печати Проводились же Учения По эвакуации Да Ну да Когда я работала В газете Советская У нас Регулярно Проводились Учения По эвакуации Всех сотрудников Из этого Высотного здания На случай пожара Потому что Ну пожар Действительно В высотном здании Потушить Может быть Сложно И Для этого Были специально Предусмотрены Проветриваемые Вот такие Лестницы На которые Можно было Выходить Из каждого Этажа Вот И регулярно Ну я не знаю Может быть Ну может быть Не два раза в год Но раз в год Точно Проводились Такие Учения Когда все Сотрудники Должны были Вот Организованно Покинуть Рабочие места И по этим Лестницам Спуститься вниз С тем Чтобы Узнать Где эти Эвакуационные Пути Как Ну Не затруднить Другим людям Выход Как действовать В этой ситуации И так далее Вот я сейчас Помню Что Дочка Когда училась В школе В 10 В Рижской Вот у них Такие Проводились Тоже Учения Для детей Чтобы они Ну не пугались Чтобы они Были Так сказать Готовы К Такому Сигналу Что если вдруг Какой-то пожар Задымление И так далее Чтобы они могли Организованно Выйти из школы И считалось Это тоже время За какое Люди Покидают Ну так сказать Или свое Учебное место Или Рабочее место Вот я сейчас Не знаю На предприятиях Организациях Проводятся ли Такие учения И высотных зданий У нас становится Все больше И они Становятся все Более комфортными Вот Но как там Предусмотрена Система эвакуации Вот честно говоря Не знаю И Была система Эвакуации Кстати И на случай Какого-то Военного конфликта Мы в частности Все в редакции Знали Что Нам следует Там При угрозе Нападения На Ригу Ехать в сторону Тукумса И у нас Один из остряков Написал Такий Такой стишок Если слышишь Страшный шум Нападение Направление На Тукумс Вот Но это На самом деле Шутка Доля шутки В этой Есть И доля шутки И доля правды Потому что Когда ты Четко знаешь Как действовать Вот В условиях Неизвестности Ты не тратишь Время на Метание И Иногда Это действительно Очень Важно Для спасения Жизни Людей Многих Людей Ну К сожалению Вот Сегодняшняя Ситуация Как-то Не внушает Уверенности В том Что Какая-то Организованная Сила Людей И успокоит И Отрегулирует Их движение И так далее Вот Я не знаю Сейчас конечно Вот Насколько мы можем Сравнивать Ситуацию Потому что Ну В советское время Была советская армия И Контингент Армейский В Прибалтике Был достаточно большой С тем Чтобы например Привлечь его На Так сказать Помощь Гражданскому населению В условиях Чрезвычайной ситуации Сейчас Сейчас я вот Посмотрела В латвийской армии По-моему Таких вот Действующих штыков Где-то Шесть с половиной тысяч Вот Плюс ЗМСАр За девять тысяч Человек Но если это Разделить на Население Латвии Это получается Один военнослужащий Примерно на Триста человек Ну Насколько мы Можем полагаться На то что Ну так сказать Армия В какой-то Такой Пиковой ситуации Действительно Сможет Разрулить ее И Помочь Гражданскому населению Как вы считаете Альфред Петрович Ну Судя по тому Что я вижу На парадах Армейских То Мощь Есть там Насколько Там высока Дисциплина Не знаю Значит Ну Там все решает Дисциплина Есть Старая Такая Давнейшая Армейская Поговорка Каждый Солдат Должен Знать свой Маневр В любой Обстановке И вот Чтобы Это можно Перенести На гражданскую Ситуацию Гражданскую Оборону Действительно Правильно Тут мы Рассуждали На мой взгляд О том Что Человек Должен знать Если случился Пожар Если случилось Ну что-то Взорвалось Это на производстве Может быть Я помню Как было Когда мне Насильмаши Ночью Тоже взорвался Не у меня А в районе Когда был Первым секретарем Двое рабочих Решили Поужинать Ночью Ну ночью Уже Там два часа По-моему Было Ночью Они Ночную Смену И ничего Лучше Не придумали Как Разогреть Электрическую Плитку Близи Баллонов Кислородных Ну ясно Что они Должны Были И наверное Еще ближе Поставили Там после Взрывов Нельзя было Сказать Где она Стояла Это все Ну и Порядок Был такой В районе Что Если Случается ЧП Надо Звонить Первому Секретарю И Он должен Принимать Решение Ну Я тогда Был первым Секретарем Райкомной Партии Мне ночью Звонок Ой-ой-ой Елфер Петрович У нас беда А вот Райкома Через дорогу Это триггер Сельмаш был Ну я Уже Ждать Машину Некогда Срочно Взял такси Приехал Примчался Захожу В цех Вокруг Уже Родственники Собрались Плачет Уже Там Было Трое Погибших Трое Или двое Да Потом Один Погиб Захожу В цех Все Разорвано На сетке Поскольку Это Место Рабочее Огорожено Сеткой Чтобы туда Птицы Не залетали И прочее На сетках Висят Куски Одежды Куски Мяса И Стоят люди Растерявшись Ну действительно Не могут Что делать Некоторые Только Способны Действовать Ну вот И Убрали Все Сделали Тоже Сразу По гражданской обороне Всех привлекли Отключили Все остальное Чтобы не распространялось Где-то Стали успокаивать Людей Сложно В таких ситуациях Очень А если Говорить Про Эпидемии То Случалось Ли Вот Какие-то Такие Вспышки Массового Заражения Там Например Детей В детских Садиках Или В школах Или Где-нибудь На предприятиях То есть Как с этим Боролись Ну Такого Мои практики Не было Я думаю Что это Более Локальные Вещи Которые Сами Начальники Этих Служб Решали Но Так Гражданская Оборона Занималась Ли Ну Каких-то Планов Бланы Были На случай Если Это Действительно Эпидемия Ну Вот Холера Или Сибирская Язва Что-то Такого Уровня Олег Извини Я сейчас Перебью Я помню Я поскольку Работала В Советской Латвии В отделе Сельского Хозяйства То Я помню Была Эпидемия Ящура Такое Заболевание Крупного Рогатого Скота В Латвии Ну В каких-то В каких-то Регионах И вот Я ездила Туда В командировку Ну Не специально По поводу Ящура Но В принципе Да Так вот В этом районе Ну Начиная Вот с места Где вот Ты выходишь Из автобуса Ты сразу Не мог Ну Просто Придти по улице Ты должен был Выйдя Из автобуса Вытереть ноги Ну Пройти через Такую Специальную Площадку Которая Таким Дезинфектором Была Покрыта Довольно Такие Ну Так Скажите Густо Да Вот И потом При входе Там В любое Помещение Опять-таки Стояла Такая Площадка С дезинфектором И Так Люди Ну Как Фермы Которые Были Затронуты Этим Заболеванием Тоже Были Ну Взяты В кольцо Такое Куда Нельзя Было Не пройти Постороннему Человеку Не выйти Оттуда Нельзя Было Просто так Да То есть Только в спецодежде Какой-то И так далее То есть Ну Вот такие Меры Предпринимались Ну Я так Понимаю Что они были Достаточно Эффективными Потому что Эта вспышка Она не Распространилась Дальше Она была Так сказать Локализована Затем Устранена Поэтому Ну Вот Аналогичные Может быть Ситуации Не связанные С заболеванием Людей Но с заболеванием Животных Они случались 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 Но это не задача Гражданской обороны Были специальные Службы Которые этим Занимались Медицинские И Службы Которые Предотвращают Такого рода События Ну Санэпидстанцией Занимались Не только Ветеринарные Не только Да Конечно Но это Специальные Все службы Да Это не Гражданская Оборона А вот Была какая-то Граждан Координация Деятельности Гражданской Обороны Уже На более Высоком Уровне То есть Масштабах Не только Республики Но вообще Советского Союза Потому что Если происходила Например вспышка Эпидемии Холеры Там в каком-то Регионе Там допустим В Астрахани То поезда Которые приходят С южного направления На Рижский вокзал К ним какой-то Ну то есть Сразу же оповещалось Чтобы Не передавалось Дальше Да Это За это отвечала Не гражданская Оборона А специальные службы Которые были Они есть и сегодня Они должны бороться Это гражданская Оборона Гражданская Оборона Она поступенчато Строится Начиная с нижней Ячейки Допустим С дома И предприятия Дальше идет На отрасли Дальше идет На республику А это Это такие Отдельные случаи Для этого есть служба Которая изучает Откуда Почему Я помню Как сейчас Недавно Вот когда случилось Чапэтом В Елгаве Где там Детские садики В Сигуде Болели И тогда искали Это службы ищут Это уже не гражданская Оборона Если надо Можно ввести Какие-то мероприятия Гражданской Обороны Допустим Не пускать Не посещать Не давать посещать Или оставить дома Там Того Кто Это помещение Или школа Допустим Посещать Или садик Это да Это местная власть Все решает Вот Вот уже Наверное Подводя Итоги Сегодняшней Программы Можно ли Действительно Сказать Что Система Гражданской Обороны Советского Союза Вызывала Ну такую Зависть У Других Стран Как Ну достаточно Такой Эффективный Механизм Защиты Населения Не могу Это Не отрицать Не подтвердить Вопросы Все Гражданской Обороны Я один момент Уже Упоминал Что Значит Планы Давались И на Мирное Военное Время Она Содержит Много Элементов Тайны Государственной Тайны Как кто борется И тогда Так было А не на Весь мир Тайна Кстати Не потому Что в Советском Союзе Нельзя Распространять Это Обсуждалось Говорилось На соответствующих Занятиях И семинарах А миру Не рассказывалось Пусть каждый Думает Хотят изучать Пусть дружат С нами Покажем Ну что же Спасибо большое Это была Программа Очевидец Которую провели Людмила Прибыльская Олег Пек В нашей студии был Альфред Петрович Рубикс Который Будучи Гориевским Городоначальником С 85 по 90 год Также возглавлял Гражданскую Оборону Лиги Спасибо вам большое И до новых встреч Спасибо всем И борите все С вирусом Он победим Если мы будем все Бороться так Как боролись с фашизмом Правда Тот возражается опять Будем надеяться Что дадим Так что Не вернется Будем здоровы Спасибо большое До свидания До свидания